С 1 января 2021 года вступили новые правила пользования маломерными судами. Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проверили, как соблюдают законы владельцы водного транспорта на Десногорском водохранилище. В центре внимания наличие всех документов, жилетов и как себя ведут водители на воде. Подробности об изменениях в законодательстве узнала наша съемочная группа. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам регулярно патрулируют водоёмы региона. Они выявляют тех, кто нарушает правила использования маломерных судов и перевозки пассажиров. Владельцы катеров и лодок иногда пренебрегают законами. Они забывают, что движение по воде может оказаться не менее опасным, чем езда на автомобиле. В ходе таких проверок инспекторы предупреждают судоводителей о возможных последствиях несоблюдения правил безопасности. Эти правила не сложнее, чем для автовладельцев. Эксплуатировать маломерное судно можно только после его регистрации. На нём должны быть регистрационные знаки. А у владельца документ, подтверждающий технический осмотр. Однако в новых правилах, принятых в начале этого года, есть ряд существенных изменений. Так, например, абсолютно все водные транспортные средства от 0 до 20 метров обязаны следовать правилам пользования маломерными судами. Даже те, которые не подлежат государственной регистрации. Также произошли изменения в документе, определяющем понятие и комплектацию маломерного судна в зависимости от районов плавания. Все эти документы находятся на сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в открытом доступе. Если у судоводителей возникают какие-то вопросы, мы всегда их приглашаем. Город Смоленск, улица Шевченко, 95, телефон 31090. На все вопросы мы будем рады ответить в полном объеме. В ходе своих рейдов инспекторы ГИМС проводят профилактические беседы и с любителями рыбной ловли. Раздают им памятки о правилах безопасности. Несмотря на непостоянную погоду, есть рыбаки, которые с азартом выходят на ледяные просторы, часто забывая об опасности, которую таит в себе весенний лед. Ввиду погодных условий, подлетная рыбалка у нас закончилась. Лед на водоемах уже небезопасен. На многих водоемах, в том числе и здесь, мы видим, что льда уже нет. Сотрудники ГИМС призывают жителей Десногорска быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время рыбалки. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин